Всем добрый день, в эфире ПВНФМ программа Гордозор и мы ее ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев. Сегодня мы поговорим про благоустройство скверов, каких-то общественных пространств, таких небольших у нас в городе. И поводом послужил пост в телеграм-канале Бориса Ёлкина о том, что благоустройство сквера на Сиреневом бульваре подходит к концу, он сделан по нас проекту «Жилье и городская среда». Вот, Николай, кстати, был ли ты в этом сквере, ну хотя бы там пару лет назад? Привет, для начала. Да, конечно, был, я еще был до... не то, что пару лет, я там практически вырос, в этом сквере так ничего и не было. Сейчас попытались его благоустроить, даже как попытка увенчалась каким-то, скажем, успехом, потому что что-то выполнили. Вот у меня даже как местного жителя всегда было интересно, и как у специалистов, вот ставят у нас там площадки, вот эти воркаут. Так. Причем ставят их не только в скверах, есть там программы для ТОСов, сейчас в центре тут, грубо, на Октябрьском, около Центробанка хотят поставить. Я всем задаю один простой вопрос. Почему ставите именно эти площадки? Воркаут-площадки. Да, ну вот именно воркаут. Почему не какую-нибудь там модную детскую площадку, то есть обновить, да? Или хорошую, прямо такую, как у вас в Печорах, очень показательная детская площадка. Нет, это там красиво, никчемное уборство, что ставят почти все застройщики, без документов, да? Да, непонятно, то есть, ну, какие, ну, ставят воркаут. Но возникает большой вопрос по воркауту. Кто-нибудь хоть посчитал, кто будет ходить? Кому это нужно? Почему там в старом районе, да, поставлена эта площадка? Если, условно, там в соседнем дворе есть такая же. Это, получается, такая же история, как с застройщиками. Они все при сдаче дома обязаны делать детскую площадку. И детская площадка ставится для маленького возраста. Ну, кстати, да, мы как-то обсуждали, что если вот пропустили наверняка, то мы говорили о том, что если есть двор, особенно новый двор, то там всегда площадка, это песочница, горка, скамейка. Ну, качели, если там привезут. Для детей в основном там, грубо говоря, 5-6 лет. Да, когда проставят, не особо интересно на ней находиться. И здесь такая же практически история. Мы делаем воркаут площадки чуть ли там не через двор. Без каких-то расчетов. Я не говорю, там уже можно тыкать там какие-то травмативы, да, там называть какие-нибудь там госты, снеп, красивые слова. Ну, просто вот я даже в нескольких группах написал. В одной, кстати, у меня даже мой коммент удалили, на других даже не отвечает там в течение продлительного времени. Никто не может ответить. Да, у них есть какие-то деньги, они ставят. Давайте поставим там баскетбольные площадки, теннисные столы. Или у нас заканчивается все одной идеей, или тут есть металлозавод, где штампуют вот эти воркаут площадки. Я же не говорю там еще в их соответствии там техническим регламентам. Это еще можно ходить, можно прийти проверить, да, там есть требования. Ну, тут просто о самой мысли. То есть, видимо, думать никто не хочет, или никто не пытается. Выделили, сказали, поставили. Зачем? Кто? Обслуживать, ходить, будет, не будет. Ты вообще много видел на баркал-площадках, которые новых там, прям чтобы там очереди были? Ну, смотри, давай я сейчас начну по порядку. Вот я всю твою речь внимательно послушаю сейчас. Мы начнем с того, что воркаут площадок-то вроде как-то и много, но на самом деле они не прям везде. И вот, например, у нас здесь рядом с работой, да, есть воркаут площадка, которая сделана на территории школы. Но, по сути, туда ты не попадешь всегда, потому что заборы, да, и тебе надо либо его как-то преодолеть, или подождать, когда он откроется, потому что если вечером он закрыт будет, и тоже не попадешь, там не позанимаешься. То есть, такие вопросы доступности остаются. Вроде бы как-то и сделано, да, попробуй попади еще. Второй момент по поводу благоустройства. Я думаю, что оно все-таки у нас эволюционирует такими небольшими шагами, потому что первое благоустройство – это были какие? Замена дорожного покрытия, фонари, скамейки. То есть, это считалось пиком просто. То есть, если раньше был какой-то такой, ну, запущенный, заросший участок земли, на нем просто делали дорожку асфальтовую, ставили фонарь, урну, если повезет, скамейку, и все, мы благоустроили, да, сейчас стали делать воркаут площадки. То есть, ну, может быть, это недорого, это после первых воркаут площадок был эффект такой, что много людей стало приходить на Шуйского, например, постоянно, да, кто-то есть. Потому что она одна такого класса. Ну, крупная одна. Ну, я не сказал, что крупная, она просто одна. Других вот, ну, сделать две-три еще в подобных местах, да, в спальных районах. Ну, здесь момент такой, да, потому что, например, может быть, конечно, я не знаю, если сделать какой-то такой полустадиончик, в том плане, что там, кольцо или ворота поставить, это уже фокот целый будет, я не знаю. Да, но ты еще разобегаешь чуть вперед даже, давай вернемся к Шуйскому. Ну, к Шуйскому, да. Давай зайдем к, или вот, хочешь, после программы, или наши слушатели к нам слушают по радио или смотрят в группе ВКонтакте, зайдите кто-нибудь к жителям, соседних домов, или просто спросите у бабушек местных, как они довольны этой площадкой. Никто там не будет, практически не будет доволен, потому что кроме площадки обустотельствов там никого нету. Люди там ставят машины, слушают музыку, извините, там до простого даже справляют, нужду чуть ли не в угол соседнего дома. И как раз жителям это очень не нравится. Так а если бы была площадка баскетбольная или футбольная, что лучше? Я веду к тому, что, конечно, площадки нужно обоставить правильно, со всем устройством здесь построили, всегда должен быть шум, либо шум экрана, то есть должен быть расчет. Есть требования. Почему где-то мы говорим, это сделано по требованиям, вот так вот, допустим, нельзя, а тут мы даже требования не смотрим. Я не понимаю, почему у нас используются такие двойные стандарты? Ну, здесь надо вопрос, наверное, не мне, конечно, задавать, но, может быть, это тяжело обслуживать все. Представляешь, если в главной площадке все поставить, это у нас надо, коммунальных служб не хватит. Так можно же поставить, допустим, туалеты, которые будут вывозиться, но даже мы сейчас зацепимем эту же тему, что у нас, которые стациональные туалеты были поставлены много лет назад, работают ли они в парках? Так, кстати, знаешь, я сейчас могу сказать, что сейчас туалеты вроде как работают. Я, конечно, ну, когда я прохожу, я вижу, что люди заходят, значит, ну, как минимум они открыты, потому что раньше они попасть не могли туда. То есть заходят. Я не знаю, что все, что, понимаешь, ну, там, как обслуживаются. Потому что люди еще оттуда выходили, это тоже очень важный момент. Ну, это тоже, да, конечно. Ну, вроде как, знаешь, никто не проваливался, если ты об этом. Ну, я тебя понял. Ну, знаешь, как сказать? Может быть, здесь нужно активность самих жителей, которые скажут, что мы хотим видеть там или не площадку в рок-аут, или не только в рок-аут площадку, а там либо, потому что, ну, сквер, который вот именно сиреневого бульвара, он достаточно протяженный. То есть там, может, поместилось бы несколько зон, помимо, там, например, дорожка по центру, можно было как-то их, может быть, пустить по периметру, может быть, если это позволяет. Если нет, оставить ее, но сделать, чтобы она вела от одной зоны, например, зоны в рок-ауту, к какой-то площадке, которую мы обсуждали, но которой нет. Ну, это, не знаю, как жители же могут влиять, просить активные... Могут, конечно, участвовать через депутаты. Главное, чтобы депутат был еще в этом плане активным. В принципе, у нас многие депутаты в этом плане активны. Но самая штука хорошая в части Сиреневого бульвара, что наконец-то хотя бы не сделали там велодорожку. Потому что, помнишь, был один период, когда мы сделали в парках велодорожки, а потом комитет, если как правильно помню, по культуре, ой, по культуре, по туризму, отчитывался, что у нас там в городе вот, там есть велодорожки, а смотришь карту, они, по сути, только в парках. Это прям была большая беда и проблема, потому что парки сделаны для отдыха, а не для активного катания на велосипедах. И, конечно, надо велодорожки было делать где-то в других местах. Здесь я ее пока не видел, может, что-то она там вдруг позже появится, но надеюсь, что этого не будет. Ну, если не будет, то уйдешь еще один этап эволюции, а когда еще у нас они будут обособлены, и от пешеходной зоны, да, нигде пополам дорогу делят, и вот это теперь пешеходам, это велосипедистам будет обособлено и от тротуара, и от проезжей части, то это, ну, я не знаю, может быть, уже просто какая-то вершина там, с Москвой будем конкурировать за место. Смотри, тут у нас даже прямо тоже есть большая эволюция в этой части. Сколько у нас было благоустройных территорий за последнее время? Вот даже за последний год. Ну, за последний год-то... Открылось несколько пляжей, которые раньше были, по сути, на так называемых волчьих правах, да, теперь это официальный пляж, сделано благоустройство. Да, там есть пока еще ранее звучные проблемы, но это же, как сказать, прыжок в эволюцию. Ну, здесь с тобой согласен, потому что раньше, если, например, там 10 лет или сколько там отмотать назад, там, может, с 2010-го там и дальше, это в основном касалось исключительно благоустройства набережных. То есть у нас какие-то большие участки, да, брали в работу, а вот локально... Ну, давай, расскажи про благоустройство набережных, просто заказать в бетон от одного моста до другого моста, это не благоустройство. Это просто закатали в бетон. Благоустройство, когда обустройство – это что-то, да. У нас получается сейчас, если говоришь про набережную, от одного моста до другого, да, это от уровня до 50-летия. Точки притяжения-то толком-то нет. Просто все в бетон, в камень. Ну, вот это как раз к эволюции то, что сначала просто покрытие, да, и без каких-либо там, не знаю, даже... Мест притяжения. Не то, что, да, мест притяжения, хотя бы, ну, банально, каких-то самых там простых вещей, то сейчас уже что-то появляется. То есть, может быть, даже вот эти шахматы, которые стоят на Шуйского, а это там, кстати, дети их двигают, не знаю, видел ты или нет. То есть какие-то... Я даже видел, что у них люди играют. Не двигают, а играют по-настоящему. И очередь стоит, да, пока. Ну, очередь не стоит. Турнир можно провести. Турнир, кстати, можно провести, довольно интересный. Я тоже довольно люблю шахматы. И мне было интересно, что я понял, что это люди не просто их двигают в хороочистом порядке. Может быть, как раз научились в процессе, кто знает. Но в любом случае здорово, да, потому что, ну, любая активность, в которой можно принимать участие, это очень здорово. Ну, заметьте, опять же, про эти шахматы и рядом с этой малой архитектурной формы были недовольные архитекторы или активисты, как их правильно назвать, что они там появились. Возможно, там в чем-то они где-то правы, что как-то форма может не вписывается, да? Знаешь, я недавно... Но альтернативы от них или от других групп, я опять же повторюсь, сильно не поступало. Я недавно как раз зашел на страницу одного депутата, который предлагает проект благоустройства на своей территории. На своей территории это где? У себя дома? Ну, нет, на своем округе, ладно, не придирайся. Ты называй фамилию округ. Ну, давай, не будем. Просто я даже не буду называть комментаторов, которые у него комментировали, потому что они были недовольны проектом вообще с этим Уралом. Потому что там был Спегальский, и такие, как вообще можно там его на какую-то трансформаторную будку, это ужасно вообще. А я думаю, блин, вот почему настолько у нас какие-то ревнители, но не такие, как надо. Они хотели кого-то другого на трансформаторную будку, кто больше связан с электричеством. Ну, Тесла, может быть, да. Не очень, видимо, связан с электричеством либо к этому месту. Это то, что надо так можно было сказать, что как на улице Калинина у нас появился Виктор Цой, да? На том же самом практически объекте. Мне кажется, что если как раз там был приведен пример с другими городами, ну, не Псковым, а другими вообще российскими, то как раз там, ну, не всегда учитывается, во-первых, там трансформаторная будка, значит, электричество. Нет, то есть как раз есть какая-то локальная идентичность. Вот в этих случаях с Пегальским, она присутствует. Но при этом почему-то, вот знаешь, у нас есть такой вот какой-то элемент возвышенности, то есть нельзя как-то вот недовозвысить. Надо обязательно там монумент, там, не знаю, какой-то размером в дом должен быть, тогда это будет нормально. Если это граффити, то как вообще можно такой низкой культурой оскорбить человека? У нас, видимо, так думают. Я вот не согласен категорически, но... Опять же... Это к мнению об... Да, мнение-то у всех разное, но все-таки это пространство, надо чем-то занимать, да? Когда у нас не стоит, знаете, трансформаторная пространство, да, или насосная станция, сделать их просто там ярким цветом, ну, то есть вы даже выделите, в принципе, ну, я считаю, недостаточно. Оставить, как они существуют, да, некоторые там еще не в самом благоприятном виде, тоже неправильно, да. Почему бы на них не сделать какой-то рисунок? Тут, конечно, по рисунку будет множество там. Тем более примеров-то много сейчас, кстати. Согласных, но все-таки это лучше, чем все-таки оставлять. Ну, вот примерно так, да. Ну что, будем смотреть, что будет на Сиреневом бульваре, будем наблюдать за другими пространствами, которые будут преображаться у нас в городе, хвалить, критиковать, смотря, что там будет появляться. Может, где-то в футбол поиграем, или в шахматы, там, ну, как повезет. Да, если будут замечания, пишите. Нравятся вам такие вещи, как устраивать у нас благоустройство. Или что хотите видеть, например. Нужно расписывать транспортные будки или котельные всякие подстанции. Оставляйте свои комментарии под постом ВКонтакте в группе PLN. Именно так. С вами был Игорь Негода.